Всем привет! Меня зовут Леонид Руденко. Я занимаюсь автоматизацией тестирования компании JetBrains. Сегодня поговорим про тесты на языке Kotlin. Я к вам сначала два вопроса. Кто из вас для автоматизации и разработки использует Java? Отлично. А кто пробовал использовать какие-нибудь альтернативные JVM языки, вроде Groovy, Scala, Kotlin? Не так много? Окей. Я занимаюсь автоматизацией тестирования уже 7 лет, и за это время я использовал довольно разные языки для своих задач. Вот был Java, 6-й версии, JavaScript, немного Python и даже Groovy в поддержке. Ну, у всех этих языков есть свои плюсы и минусы, но со своими задачами не справлялись. А год назад мне попался в руки черновека книги Kotlin in Action. Я до этого ничего не знал про Kotlin, но, познакомившись с его фичами, очень захотел попробовать в новом проекте по автоматизации тестирования. Я пробовал, мне настолько понравилось, что я решил поделиться этим опытом с другими тестировщиками и разработчиками. У меня было несколько таких общих слайдов на тему, что Kotlin за язык, где он применяется, популярен ли он. Но после давней Google IE18, где было объявлено, что Kotlin становится одним из официальных языков разработки платформы Android, я решил эти слайды убрать. Так, ниже у них особого смысла теперь. Я просто приведу несколько полезных ссылок, с которых можно начать изучение языка. Первая ссылка — это официальная документация языка. Она небольшая, займет у вас несколько часов, и вы из нее узнаете весь синтаксис и идиомы Kotlin. Второй источник — это такое собрание ссылок на всевозможные ресурсы про Kotlin. Форумы, блоги, репозитории на GitHub. В общем, все, откуда можно пощупить информацию. Третья ссылка — это онлайн-редактор кода на Kotlin, где в форме обучающих задач на простые алгоритмы можно познакомиться с синтаксисом языка. Последняя ссылка — это слайд-канал, где можно задать вопросы как разработчикам языка Kotlin, так и просто разработчикам, которые используют Kotlin для своих задач. А говорить сегодня мы будем вот о чем. Сначала мы посмотрим на некоторые проблемы, которые у меня были в Java-тестах, и от которых я избавился, перейдя на Kotlin. Потом посмотрим, как Kotlin взаимодействует с некоторыми популярными в мире автоматизации тестирования фреймворками. И в конце будет небольшой демо веб-тестов. Позже будет понятно, для чего я его сделал. Начнем мы с проблем. Чтобы подтвердить, что проблемы с Java-тестами были не только у меня, я прошелся по некоторым open-source GitHub-репозиториям фреймворков из автоматизации тестирования, таким как Allure, Report Portal, Selenit и некоторым другим, и попытался найти там те же проблемы, что были у меня, я их нашел, и время-тремно я буду подкреплять свои слова ссылками на эти репозитории. Первая проблема, которая у меня была, это работа с коллекциями в Java. Но все мы знаем, что в Java мы сначала создаем коллекцию, потом наполняем ее элементами. То же самое верно и для листов, и для мэп. Вот посмотрим на тесты, которые были и есть в фреймворке для создания отчетов Allure. Создается RList сначала, потом второй строчкой мы складываем его строчку, и потом третьей строчкой складываем еще целую коллекцию строк. Переписываем это на Kotlin. Получается одна строка, мы используем встроенную в библиотеку языка функцию ListOf, и передаем туда все нужные нам элементы для нашей коллекции. Что здесь нужно обратить внимание? Во-первых, в Kotlin не нужно указывать тип коллекции. Компилятор анализирует выражение справа от знака присваивания, видит там функцию ListOf, и понимает, что это будет коллекция типа List. Затем он анализирует, какие типы объектов мы передаем в эту коллекцию, или не становится понятно, что переменная ClassPass будет иметь тип ListString. Не нужно его указывать явно. Второе. Создаваемая таким образом коллекция является неизменяемой. При попытке добавить еще один элемент в коллекцию, вы получите ошибку компиляции. На мой взгляд, это очень удобно, потому что в тестах нам часто нужно иметь именно неизменяемые коллекции, мы подготовили какие-то эталонные тестовые данные, и хотим быть уверены, что в течение всего жизненного цикла теста никто эти данные без нашего ведома не изменит. Второй пример работы с мэпами я взял в бэкэнде report портала. Там довольно сложная конструкция, поэтому я буду вводить ее так построчно. Сначала мы создаем хешмап довольно сложного типа. Потом ребята применили идиому двойных фигурных скобок, когда первые фигурные скобки создают анонимный класс, вторые объявляют в нем блок инициализации инстанса. И в этом блоке инициализации они складывают с помощью put пары ключ-значения вот в таком вот примерно виде. Столько, сколько им нужно было. Переписываем это на Kotlin. Вместо идиома двойных фигурных скобок мы используем встроенную функцию map-off. По аналогии с list of компьютер также понимает тип этой коллекции. Чтобы сформировать пары ключ-значения, используется встроенную в язык функцию to. Мы ей пишем ключ, to, значение. В таком компактном виде все это переписываем. Вот насколько проще становится выполнить обход map-а, например. Мы используем for each, задаем имя ключа-значения, по которым будем обращаться в теле цикла, и все можно выполнить. Помимо того, что в Kotlin удобно создавать коллекции, есть еще множество встроенных функций для работы с этими коллекциями. Поиск, сортировка, фильтрация. Да, в Java 8 есть stream API, но почему-то люди, многие его игнорируют и не используют. Как, например, в тестах Allure. Что здесь хотели сделать? Есть некоторая коллекция файлов. Мы каждый файл хотим unmarshalить в объект, из этого объекта взять имя, видимо, с UTA, и положить его в результирующую коллекцию. Переписываем на Kotlin. Мы используем встроенную в язык функцию map, которая определена на коллекциях. Каждому элементу коллекции будет применена лямбда, которую мы передаем в эту мэп. В лямбде под ключевым словом id нам доступен текущий обрабатываемый элемент коллекции. Мы точно так же его unmarshalим, достаем имя и складываем с помощью той же функции map в результирующую коллекцию. То есть map нам сразу возвращает результат, коллекцию результат. И мы с ней можем дальше работать. Сравнивая работу с коллекциями в Kotlin и с другими языками, такими как Java и Groove, могу сказать, что Java 7 работать неудобно, Java 8 с поведением stream API ситуация улучшилась, но создание объектов осталось старым, поэтому многие люди используют какую-нибудь guavu. В Groove придумали литерал удобный для создания коллекции, и в принципе функции для работы с коллекциями там тоже есть, и в принципе работать удобно, поэтому хорошая оценка. Следующая проблема. Наши фреймворки, которые мы используем в автоматизации тестирования, они иногда не делают то, что нам нужно. Вот, например, есть фреймворк HTML Elements. Кто его использует? Некоторые люди. Окей. В нем есть такая штука, как неявное ожидание элемента. И оно по дефолту равно 5 секунд. Но сервисы, которые я тестирую, зачастую требуют более гибкого подхода. Есть элементы, которые могут появиться через 15 секунд. Есть элементы, которые должны появиться за секунду, и все, что больше, это уже ошибка. Поэтому мне хотелось бы иметь более гибкие возможности конфигурировать ожидания, но такой возможности нет, поэтому я был вынужден написать утилитный класс, в него положить public static void метод, который будет ожидать элемент, передавать в него элемент, тайм-аут, и реализовать логику ожидания этого элемента. Потом я шел в тест и в нужном месте ставил эти статические методы. И все вроде бы работало, но мне это очень не нравилось. Во-первых, у нас появлялись эти утилитные классы. Мы все писали какой-нибудь веб-элемент, утил, браузер, хелпер, использовали стринг-утилы апачевские. Проблема в том, что эти классы, во-первых, разрастаются очень сильно, там тысячи строк, полторы тысячи строк становятся, и мы просто не знаем, что там есть. Но среда разработки, которая нам должна, по идее, помогать, она нам в этом случае помочь не может, потому что она не знает контекста, когда эти статические методы вызывать. Мы жмем объект и точка, получается контекстное меню, но статических методов там нет. И мы не знаем, кроме как от темлида и от коллег, как узнать про эти существования статических методов. В код-лине придумали такую штуку, как extension функции использовать. Они есть в других языках, но здесь вот их тоже реализовали. Extension функции позволяют расширить функциональность класса или интерфейса, не меняя его код при этом. Посмотрим на примере. Вот я захотел расширить функциональность HTML элементов и всех его потомков. Здесь я использую как бы generic. Я объявляю, какой тип я хочу расширить, и потом я пишу сигнатуру функции, которую я хочу добавить. В данном случае wait for it, timeout, default значение 5. Потом я реализую логику этой функции. В функции под ключевым словом this мне доступен элемент, из которого эта функция будет впоследствии вызываться. Называется объект ресивер. Реализовав нужную мне логику, я иду в тесты, и теперь у всех HTML элементов и их потомков у меня в контексте определен уже метод wait for it, который я могу вызывать, он возвращает исходный элемент, и я могу с ним дальше взаимодействовать, будучи уверенным, что тест дождался его появления. Можно комбинировать более сложные выражения, вроде как вот я ниже написал, ищем логин форму, ждем ее появления, в ней ищем кнопку костевого логина, и только после этого кликаем. Такой вот chain invocation. И самое главное то, что следа разработки начинает знать о том, что в данном типе у нас есть такие вот extension функции, и подсказывает их нам в автокомплите. Есть ли аналоги в других языках? В чистой Java нет, есть так называемый проект Lombok, но, к сожалению, плагин для идеи не понимает extension функции, это какая-то еще такая экспериментальная фича, может быть, скоро добавят. В Groove есть extension модули, но работа с ними совсем не так удобна, как это сделано в Kotlin. Кто-нибудь работал с extension модулями в Groove? Там как бы нужно сделать отдельный модуль, скомпилировать его, потом получить в ClassPass, то есть это гораздо больше телодвижения требуется, чем это сделано в Kotlin. Следующая проблема, дата класса. Нам часто нужно написать какой-нибудь небольшой класс для того, чтобы данные из одного места передать в другое. И вот, например, мне нужен был класс, который бы хранил имя пользователя и пароль. Я написал то, что мне хотелось бы от этого класса, но этого недостаточно. Я должен написать еще конструктор, потом геттеры на поля, потом toString, чтобы было в отчетах понятное текстовое представление. Потом я хочу использовать эти объекты в коллекциях, искать их, поэтому я добавляю equals, их, и шкод, и я уверен, что вы не сможете почитать, что там вообще написано. Kotlin предлагает решение такое. Чтобы его продемонстрировать, я взял пример из библиотеки нагрузочного тестирования Jagger, open-source, и пойдемте посмотрим в идею. Значит, это исходный код на Java. Тут есть два поля, есть конструктор, есть два геттера, есть некоторая специальная добавленная функция, не дефолтная, есть стандартный довольно equals, хеш-код, и не совсем стандартный toString. 53 строчки. Переносим это все один в один просто в Kotlin. У нас остается 50 строчек, но только за счет того, что аннотация override сменилась к таким ключевым словам. Начинаем попробовать улучшать этот код. Сразу мы можем попробовать вот что. Как вы знаете, может быть, в Kotlin нет такой штуки, как поле. Там есть концепция property. Property это три в одном. И поле, и геттер, и, возможно, сеттер, если поле изменяемое. Давайте уберем ключевое слово private, изменив при этом видимость property. Мы получим ошибку компиляции, потому что у нас получается конфликт. Мы видим, что у нас наши написанные руками геттеры конфликтуют с геттерами, которые генерируются для данных property, потому что они в точности идентичны по сигнатуре. Поэтому наши вручную написанные геттеры нам не нужны, мы их просто убираем. Затем мы можем последовать подсказкам среды разработки. Она нам предлагает объединить объявление property и ее инициализацию. Делаем раз. И делаем два. Окей, я сделаю сам. Блок инициализации нам больше не нужен. Но это еще не все. Среда разработки предлагают нам сделать еще объединить, точнее вынести объявление этих property в конструктор. Раз. И. Два. Вот эта штука, которая в заголовке с именем класса, это называется основной конструктор класса. В нем мы перечисляем через запятую все property, которые мы хотим иметь в нашем классе, указываем модификатор изменяемые они или нет. В данном случае модификатор val, value, неизменяемые property. Тип указываем тоже string. И этот основной конструктор приведет к тому, что у нас будет сгенерированы и property, и геттеры, и сеттеры для них, и сам конструктор, собственно. Следующее, что мы можем сделать, это добавить ключевое слово data перед классом. И это приведет к тому, что у нас будет сгенерирован метод equals, точно такой же, хеш-код, и toString. Но на самом деле этот toString, который у нас сейчас есть, он нестандартный. И таким вот образом мы можем переопределить эту дефолтную сгенерированную функцию. Но мы можем еще немного улучшить этот код. Вот, наверное, вы часто замечали, что многие функции в наших Java классах, они часто представляются в виде одного выражения. В данном случае у нас выражение return строка. И в Kotlin такие функции можно заменить так называемой expression body. Когда у вас нет фигурных скобок, вы просто после сигнатуры функции пишите равно и то самое выражение, которое у вас до этого составляло единственную строчку функции. Дальше мы можем еще убрать тип возвращаемого значения, потому что компилятор Kotlin очевиден, что справа у нас стоит строка, поэтому данная функция возвращает строку. И еще что мы можем сделать, это применить string template, чтобы вместо конкатенации у нас была такая вот более симпатичная компактная форма записи конкатенации. То же самое мы можем сделать со второй функцией, то есть сделать expression body и убрать тип возвращаемого значения. Итого у нас вместо 53 строчек осталось всего 12. Хочется еще показать, что сюда разработки имеют встроенный конвертер Java кода в Kotlin. То есть мы можем скопировать Java код и вставить его прямо в таком вот виде в Kotlin часть. И при этом применятся многие оптимизации из тех, что мы уже сделали. У нас уже сразу есть primary constructor. И все, что мы можем сделать, это сделать data class, убрать equals hashcode, ну и чуть-чуть сокращать эти L-функции. Окей. Подводя итог под этой проблемой, если у нас есть data class, то это означает, что у нас есть конструктор, у нас есть getter на property. Если у нас property незаменяемые, то попытка использовать setter приведет к ошибке компиляции. У нас есть two string, у нас есть equals hashcode. Аналоги в других языках. В чистой Java нет. Project Lombok позволяет генерировать подобные конструкции. В принципе, в идее эта штука поддерживается с помощью аннотации генерируется two string equals hashcode и конструкторы. В грубе есть аннотация canonical, которая по функциональности похожа на дата класса в Kotlin. Следующая проблема степа в люр-отчетах. Кто использует это люр? Есть люди. Вот у меня, когда была Java 7, была проблема. Мне нужно было написать какой-нибудь степ. И что я делал? Я брал, выносил код будущего степа в отдельный метод. Ставил этому методу аннотацию степ. А в коде теста код заменял вызовом метода со степом. В итоге у меня в отчете все становилось хорошо и красиво. А в коде тестов у меня плодились эти ненужные мне методы, которые существовали только для того, чтобы у меня появлялись в отчете степы. Никакого иного смысла и предназначения у них не было. Потом вышла Java 8, и там стало возможным использовать лямбда. Там у меня появилась такая функция степ, с аннотацией степ, которая принимает в себя runnable. И внутри тела функция этот runnable выполняет. Тогда можно было степы делать следующим образом. код теста заворачивать в лямбду, стандартным выражением, и эту лямбду передавать в функцию степ. Степ ее будет выполнять, и у нас в отчете появляются эти самые степы. Но на мой взгляд, такое выражение выглядит не очень красиво, потому что создание лямбды отвлекает внимание, и в код-лине можно сделать это более компактно и элегантно. Во-первых, перепишем функцию степ с помощью expression-body, которую мы видели в прошлой проблеме. Во-вторых, можно воспользоваться такой фичей котлина, как если последний аргумент функции лямбда, то ее можно вынести за круглые скобки функции. Вот посмотрим, например, называем функцию степ, и в круглых скобках мы передаем только первый параметр, строку. Потом круглая скобка закрывается, и у нас открываются фигурные скобки, где, это уже лямбда начинается, и в этой лямбде наш код теста, который будет степом. И плюс в том, что такое выражение выглядит гораздо более естественно и идиоматично с точки зрения языка и с точки зрения восприятия. То есть, ну, как будто бы такой while, true и фигурные скобки. Ну, вот похоже, да? Просто вот сравните Java реализацию и Kotlin реализацию. Поэтому есть такая идея, что с помощью котлина можно делать довольно понятные DSL для ваших тестов, которые будут выглядеть очень естественно в вашем языке программирования. Тем не менее, сравнивая с другими языками, в Java 7 лямбд нет, все плохо с этими степами в валюроотчетах. В Java 8 и в груве ну, как-то эту проблему можно решить с помощью лямбд. Следующая проблема проверяем исключения. Мне вот, например, в этом примере нужно было всего-то декодировать параметр в урле. Но компьютер тоже мне сказал, что проверь, пожалуйста, что у тебя есть кодировка ETF8. Ну, как бы я-то уверен, что мои тесты никогда не запустятся на машине, где нет кодировки ETF8. Но компьютер все равно говорит, делай try-catch. Вот посмотрим, например, из бэкэнда report-портала. У них есть функция, которая конвертирует строку в MD5 кэш. И вся полезная логика обернута двойным кэчем. Первый кэч проверяет, что у нас в системе есть алгоритм шифрования, ну, шифрования MD5, которому 25 лет вообще-то уже, нужно быть везде. Второй кэч проверяет, что у нас есть кодировка ETF8. Хочется или нет, эти два кэтча им пришлось добавить. Ультимативный пример из серенида. Ребята работают с урлом и ловят malformed url exception. И при этом они настолько уверены, что эта ситуация никогда не возникнет, что они просто игнорируют его обработку. Вот именно, что компилятор, они пытаются обмануть компилятор. В Kotlin отказались от концепции проверяемых исключений. В данном случае вам их try-catch ставить не нужно, если вы уверены, что проблема не возникнет. Если вы считаете, что потенциально проблема возможна, тогда, пожалуйста, ставьте try-catch и как-то обрабатывайте ситуацию. Ну, видимо, в Java проверяемые исключения останутся навсегда. В Groove от них тоже в свое время отказались и правильно сделали. Следующая проблема я назвал unchecked cast. и в качестве примера я взял тоже selenit. Там есть функция, которая позволяет из браузера достать залогированные JavaScript ошибки. То есть в объекте Windows хранится некоторый объект, который содержит эти ошибки. Проблема в том, что execute JavaScript возвращает в ваш Java код об обжект. А в этом обжекте могут быть довольно разные вещи. Может быть строка, может быть пассив строк, может быть какой-то общий объект, который представляет в виде мэпа. И у ребят там есть куча ифа, в которой его проверяют, а что же там собственно содержится. Например, если errors это instance of list, то они его кастуют к листу обжектов и как-то обрабатывают одним способом. Если это map, то другим. Это вроде бы работает, но следа разработки недовольна. Она подсвечивает этот каст и говорит, что у нас тут как бы имеется unchecked cast. В таком основании мы от объекта кастуем к листу обжектов. Когда в этом листе может быть вообще непонятно что, а не просто объекты. И в принципе с помощью stream.opi это можно зафиксить, конечно, скастовав сначала к листу произвольного типа, потом открыв стрим, отфильтровав из этого стрима все обжекты, потом с помощью мэпа сделав явный каст к обжектам и потом собрать оставшиеся обжекты в результирующую коллекцию. Но как бы пять строчек на ровном месте набрали. Что можно сделать в Kotlin? Точно так же в errors у нас приходит обжект, а в if мы с помощью ключевого слова is проверяем, что errors это лист с элементами произвольного типа. То есть звездочка такой wildcard это произвольный тип элементов. Самое интересное начинается в true ветке этого условия. Эта переменная начинает подсвечиваться таким симпатичным салатным цветом. Среди разработки нам говорит, что был выполнен smartcast от обжекта к типу лист с элементами произвольного типа. Это не просто так произошло. Дело в том, что комплинатор Kotlin анализируя код вывел тип переменной в этом блоке кода не просто как обжект, а уже как лист. Он знает, что это лист и не нужно никакого явного каста выполнять. А так как комплинатор знает, что это лист, нам сразу становятся доступными функции для работы с коллекциями, в том числе и функция, которая умеет делать, что нужно, отфильтровать инстансы типа object. И мы в такую одну строчку получаем решение исходной задачи. Ни в Java, ни в Groovy известных аналогий мне нет. Следующая проблема Java многословна. Про это тысячи людей рассказали на конференциях, написали в блогах, в Твиттере и прочее. Kotlin добавил много синтактического сахара. Я просто придумал несколько примеров, которые мне нравятся, которые я использую в своей работе каждый день практически. вместо equals мы можем использовать двойное равно для любых типов, не только для примитивных. Чтобы формировать сообщение об ошибке в Java, я использовал конкатенацию или string-формат, что, на мой взгляд, очень нечитаемо. В Kotlin есть string-темплейты, как и в многих других языках. Мы можем в нужном месте строки поставить знак доллара и имя переменной. Или знак доллара, фигурные скобки написать целое выражение, которое будет вычислено, и его строковое представление будет поставлено в результирующую строку. Вместо цикла for можно использовать так называемые range. Вы указываете нижний диапазон, верхний диапазон и шаг положительный и отрицательный. Цикл for становится более компактным. И что мне очень нравится, в Kotlin очень богатая встроенная библиотека функций стандартных, которая поставляется с стандартной дистрибуцией Kotlin. Например, в Java, когда нам приходилось проверять непустую коллекцию, писали сначала, что коллекция пустая, потом ставили отрицание. И про это отрицание нужно было не забыть. А в Kotlin мы сразу можем сказать, что коллекция из not empty. Мы явно выражаем то, что мы хотели сказать. И тут сложно ошибиться и печататься. Но тем не менее, Java останется многословной, наверное, еще очень долго. сравнивая с Groovy, можно сказать, что Groovy тоже проделали хорошую работу, сделав язык более лаконичным и приятным для написания кода. Последняя проблема в очередности, но не по важности, это null pointer exception. Когда я писал какой-нибудь новый тест и иногда забывал учесть какое-то состояние тестируемой системы, где-то в течение недели тест падал с каким-нибудь NPE. И приходилось добавлять какие-то дополнительные проверки и разбираться, почему это произошло. Kotlin в своей системе типов имеет такую фичу, как null safety, которая ставит своей целью избежать подобных ситуаций. Давайте посмотрим, например, мы объявляем переменную изернея и говорим, что у нее тип string. Второй строчкой мы пытаемся в эту переменную присвоить null и получаем ошибку компиляции. Чтобы исправить ошибку компиляции, нам нужно поменять тип переменной. Вместо string написать string попросительный знак. Тогда ошибка компиляции идет. Почему это произошло? Дело в том, что с точки зрения компилятора Kotlin первый тип это так называемый non-nullable string. То есть строки, которые не могут быть равны null никогда. А второй тип это nullable string. Строки, которые потенциально могут быть равны null. Таким образом, мы наш код, наши переменные и property размечаем, nullable они или нет. И про каждую строчку кода компилятор знает, nullable она или нет, и может находить места, где мы из потенциально nullable переменных пытаемся что-то вызвать. То есть это место, где возможен NPE, и мы должны как-то его предотвратить. Например, у нас есть nullable переменная username, мы хотим вычислить ее длину этой строки. Но обращение к property length приведет к ошибке компиляции, потому что потенциально username может быть null. Чтобы от него избавиться, от этой ошибки компиляции, мы должны либо сделать if username не null, тогда вычисляем length. но это, конечно, неудобно постоянно написать if, поэтому в Kotlin есть оператор save call, он записывается в вопросительный знак точка. Если слева от оператора стоит не null выражение, то выражение справа будет вычислено. То есть в первом примере длина будет посчитана и в count будет записано 5. Если слева от оператора стоит null, то все выражение в целом будет равно null. Оператор будет null. И в том случае в count будет записано null. Еще дополнительный оператор, так называемый Elvis оператор. В Java, наверное, много использовали у вас тернарный оператор, когда мы проверяли, что какая-то переменная не null, тогда мы ее используем. Если же она null, то мы используем некоторое безопасное дефолтное значение. Это все шорткатится до Elvis оператора. Вы просили знак двоеточие. Работает он точно так же, как вот этот тернарный оператор. Если слева от Elvis оператора выражение не null, то оператор вернет его. Если слева от Elvis оператора null, то оператор вернет выражение справа. Я нашел удобно использовать Elvis оператор в такой связке. Есть некоторая функция, которая возвращает обычно что-то хорошее, понятное, но в случае обнаружения ошибки эта функция возвращает null. И нам, по идее, нужно тест остановить в этом случае. Тогда после вызова функции я ставлю Elvis оператор и тут же кидаю assertion error с понятным сообщением об ошибке. С row в кодлине это выражение, поэтому его в Elvis операторе можно в таком виде использовать. Сравнивая с другими языками, опять-таки ни в java, ни в груви прямого аналога нет. В груви вообще не типизированный, а в java есть optional, но для меня его использование гораздо менее удобно, чем использование null safety в кодлине. Что касается операторов safe call и Elvis оператора, то в java их нет, хотя просят добавить, а в груви они есть уже давно. Подводя итог под этими проблемами java 7 все плохо навсегда. В java 8 появились стрим-опи и лямбды, поэтому чуть-чуть стало легче жить. В груви ребята реально хорошо поработали в свое время и сильно сделали синтаксис приятнее по сравнению с java. Ну и неудительно, что котлин решил все проблемы, про которые я сегодня решил вам рассказать. У вас возможно возникнет вопрос, а почему не груви? Вот я отвечаю так, что так как груви не статически типизированный язык, то у него больше багов в рантайме, хуже перформанс и самое главное для меня хуже поддержка статей разработки. Я работаю с груви и с котлином регулярно в идее, то есть плагин для груви в идее и плагин для котлина в идее. И там и там я могу сравнить, да, именно этот юзер-экспириенс работы с котлином гораздо приятнее в плане всяких автокомплитов, подсказок, оптимизаций последний с груви. Ну и конечно на alt-safety в груви ее нет, это как бы киллер фича котлина. На этом все про проблемы, посмотрим, как котлин взаимодействует с фреймворками. Я сейчас буду несколько раз говорить, что какой-то код на котлине эквалиден к кому-то коду на джаве. Это будет означать, что байт-код, который получается из котлина, с некоторой точностью равен байт-коду, получаемому из джавы. То есть там те же самые байт-коде поля, методы и прочее. Например, я говорил, что проперти в котлине это три в одном, и филд, и геттер, и сеттер. Вот мы объявляем изменяемое проперти каунтер, типа инт, с дефолтным значением ноль. В джаве это полный эквивалент того, что у нас есть приватное поле каунтер, равное нулю, и есть паблик файл геттер и сеттер для этого поля. То есть байт-код будет один и тот же в обоих случаях. Ну, наряду с тестом G, например. Сначала как бы кажется, что все работает. Аннотация тест, before, after, ignore, все хорошо. Но чуть дальше, когда копаешь, начинаются нюансы. Первая проблема это рула. Кто использует рула в джинете? Ничего себе, так мало. По аналогии с джавой, если вы пытаетесь написать рулу, напишите аннотацию рула, имя рулы, инициализация, при компиляции все будет хорошо, а в рантайме джинетранер выпросит исключение, что рула должна быть паблик. Меня это сначала очень удивило, потому что я же знал, что в котлене все паблик по умолчанию. Но оказывается, что данный котлен код эквивалент такому джава-коду. У нас есть приватная рула с аннотацией рула, а к этой приватной руле сделан паблик геттер без аннотации. И джинетранер, когда получает список рул класса, он видит приватное поле и кидает исключения. Есть два способа это зафиксить. Первый способ добавить аннотацию jvm-field. Это приведет к тому, что, точнее так, эта аннотация говорит компилятору, что нужно сгенерировать классическую рулу, классическое поле без генерации всяких геттеров и сеттеров. Это приведет к тому, что в джаве у нас будет аналог того, что у нас есть паблик рула и у нее аннотация рула, и джинетранер это все понимает прекрасно. Второй способ подчинить это добавить рулу не на поле, а на его геттер. То есть у нас рула аннотации перемещается с поля на геттер или от джинетранера. Это вполне корректная ситуация. Он это понимает по документации и рула будет применяться в наших тестах. Вторая проблема это параметризованные тесты. Наверное, многие писали параметризованные тесты в джинете на джаве. Попытаемся написать то же самое на Kotlin наивным подходом один в один. Мы добавляем аннотацию runVis parametrized. У нас есть функция data, которая возвращает коллекцию с тестовыми данными для параметризованного запуска тестов. Есть аннотация parameters, которая определяет, что эта функция предоставляет эти данные. Есть properties аннотации параметра, которая будет в каждом контрреветном запуске теста принимать конкретный набор значений параметров для данного теста. Мы как бы написали один в один с джавой, запускаем, получаем в рандайме ошибку, что у нас нету статического метода, который предоставляет параметры. Мы тут вспомним точно, метод должен быть параметр, статический, а в Kotlin не видит статик методов и properties. Что делать? В Kotlin зато есть такая концепция, component object. В любой класс вы можете добавить не более одного компаньон объекта. Можете дать ему имя, а можете не задавать, как я здесь сделал. В этот компаньон object вы складываете функции и property, которые хотите разделить между вашими объектами этого класса. Общий такой набор функций. При загрузке класса этот компаньон object будет инициализирован. То есть у вас появится такой синглитон в памяти. И из него будут доступны эти функции и property. Обращаться к этим функциям и property можно через имя класса. То есть писать myclass, точка и вызов функции. И это внешне выглядит так, как будто бы у вас это джаванский статический метод. Хотя на самом деле он конечно не статический, он это функция инстанса компаньон object. Окей, применим компаньон object в нашем случае. Перекладываем функцию data в этот компаньон object, все компилируется, запускаем, получаем ту же самую ошибку. И тут уже нужно почитать чуть-чуть и добавить еще одну аннотацию jvm static. Это тоже кутильная аннотация, которая говорит компилятору, что для данной функции или прооператив внутри компаньон object, нужно сгенерировать соответствующий статический метод или поле в байт-коде. Посмотрим, чему вот этот кодленовский код эквивалентен в java. Во-первых, у вас в классе появляется вложенный статический класс компаньон. В него переложены все функции, которые вы объявили в компаньон object. Во-вторых, в классе появляется public final static объект синглитон этого типа компаньон. За первое и второе выражение отвечает компаньон object. А за третью строчку отвечает аннотация jvm field. У вас появляется статический метод, который просто проксирует вызов метода дата из компаньон object. У них такая же сигнатура collection string array, collection string array, имя data, имя data, просто такой проксирующий вызов. И после этого G-Nutraner все начинает понимать и парламентизованные тесты запускаются. Следующий фреймворк HTML elements. Все по инструкции делаете, работает, вы создаете HTML элементы с сложностью, какой-то иерархией, функцией в них. Из этих HTML элементов вы комбинируете пейдж-объекты, бизнес-логику в них. Но есть нюансы опять-таки. Как вы знаете, может быть, в HTML элементах можно работать с отдельным элементом на странице, а можно с этой коллекцией. Например, можно найти все ссылки на странице, просто указав тип поля, как лист HTML элементов. Потом вы хотите с этой коллекцией что-то сделать, например, пройтись по всем ссылкам и посмотреть их там хрефы или текст и прочее. И вот при попытке выполнить эту строчку кода в рантайме вы получите падение error с исключением uninitialized property access exception. Оказывается, что links в этот момент времени равно null. Почему это происходит? У Котлина несколько специфичная реализация дженериков, а лист HTML элементов это дженерик, и при генерации байт-кода лист HTML элементов превращается в лист, а дальше это wildcard попросительный знак extends HTML элемент. То есть это лист HTML элементов и всех его потенциальных потомков. И вот фреймворк HTML элементов когда пытается понять тип коллекции, он этот wildcard не понимает. И там возникает exception, он перехватывается и поле оказывается непроинициализировано. Чтобы это исправить, можно добавить аннотацию GVM suppress wildcards. Это привод к тому, что в байт-коде у вас wildcard идет, будет просто лист HTML элементов, фреймворк это все прекрасно поймет и заработает. Подробнее про то, почему генерируется wildcard можно прочитать документации в разделе про interop java и codlin. Следующий Allure framework. По большинству все работает. Аннотации title, description, степы, вложенность степов, аттачменты аттачатся, все прекрасно. Но опять-таки есть некоторые проблемы. Очень важно при использовании Allure использовать Aspect GViver именно в самой последней версии 1.8.10. В более старых версиях у вас создает проблема. Вот на таком коде. У вас есть какие-то линки и для каждой вы хотите выполнить лямбду. В парантайме все хорошо, если вы не используете Allure. Но как только вы подключаете Allure и Aspect GViver начинает инструментировать код, при выполнении этого кода он не справляется с определением размера таблицы локальных переменных. Про это есть баг в Aspect GViver, там можно прочитать подробнее. скажу кратко, что компилятор Котлина может генерировать фейковые локальные переменные для своих нужд. И когда Aspect GViver инструментирует код и видит эти локальные переменные, он ошибается с размером этой таблицы локальных переменных и выходит из ее диапазона. Из-за этого в рентайме при Allure использование Allure может в Aspect GViver упасть. Но в последней версии все исправлено. Следующая фреймворк Selenit. Вот Selenit все честно. Вот вы берете пример из документации, копипастите его в код и тут же получаете обширку компиляции. Потому что доллар это зарезервированный символ в Котлине для стринг-темплейтов. От разработчиков в Котлине есть решение. Можно использовать экранирование символов, ставите бэк-тики и доллар можно использовать. Но как бы выглядит не очень красиво. Но к счастью у нас есть Андрей Солнцев, автор Selenit. Он придумал решение. Скоро, видимо, будет pull-request. Будет метод рубль, импортозамещение. И тест на Котлине будет выглядеть просто идеально. Следующий фреймворк наш любимый Selenit веб-драйвер. Мы создаем объект remote-драйвер, получаем браузер, меняем размер окна, открываем езенбаг-питер, находим ссылку, можем взять в нее текст, класс, навести указатель мыши, снять скриншот, выйти с браузера. В общем, можем сделать вообще абсолютно все. Никаких проблем взаимодействия Котлина и селения веб-драйвера за год использования не обнаружено. Последний фреймворк на сегодня это REST-ASCHOT. Java-овский фреймворк, но в принципе с Котлином взаимодействие отлично. За исключением одного момента. Там есть метод as, и это тоже ключевое слово в Котлине, поэтому нужно использовать бактики. Еще в Java нужно передать класс, на основе которого мы хотим создать, распарсить JSON-ответа. Вот в таком вот виде мы должны передать этот класс в Java-овский REST-ASCHOT. С фреймворками все, и осталось только небольшое демо. Для демо я написал проект веб-тестов на некотором довольно популярном, на мой взгляд, стеке технологий, чтобы вы могли посмотреть, как можно мигрировать от Java-овских тестов к Котлиновским тестам. Что делают эти веб-тесты? Во-первых, они написаны использованием Gradle, для сборки или запуска тестов используется Gradle, Gradle с помощью докер-плагина скачивает образы TeamCity сервера и TeamCity агента, запускает их в контейнерах, они стартуют, находят друг друга, после этого Gradle запускает тесты. Тесты написаны использованием G-Unit 4 и HTML elements. Тесты, что он тестирует в TeamCity. Когда тесты прошли, Gradle запускает построение LUR-отчета, и можно посмотреть, что же там все-таки тестировалось. Что хотелось показать этим проектам веб-тестов? Во-первых, то, что язык Kotlin прекрасно взаимодействует с Gradle, G-Unit, Selenium, HTML-элементами и Allure. Понятно, что Gradle также хорошо работает с Maven, если вы используете Maven. Слышал, что все хорошо с тестом G. про альтернативные HTML-элементы в библиотеке я не слышал, чтобы кто-то пробовал, но, скорее всего, там тоже, может быть, там все будет хорошо. Второе, что хотелось показать, это совместимость Kotlin и Java. Вы из Kotlin можете выживать Java, использовать Java-овские фреймворки, и верное и обратное. То, что вы написали на Kotlin, можно использовать в вашем старом Java-коде. Вот тут можно посмотреть на историю коммитов этот проект. Снизу вверх смотрим. Первый коммит Java-only это как бы исходное состояние вашего проекта с тестами. У вас все тесты написаны на Java, и эти тесты используют ваш Java-утилитный код. Java-рулы, Java-пэдж-объекты, Java-браузеры и прочее. Второй коммит вы в проекте настраиваете Kotlin, добавляя несколько срочек в build-gradle. Третьим коммитом вы можете уже написать первый тест на Kotlin, в котором вы переиспользуете все, что у вас уже было написано на Java. Рулы, пэдж-объекты и прочее. Потом вы совершаете сверхусилие и четвертым коммитом переписываете вообще все на Kotlin. У вас появляются Kotlin-рулы, Kotlin-пэдж-объекты, Kotlin-step и прочее. И, собственно, тест на Kotlin, и он все использует Kotlin, кроме общих Java-овских фреймворков типа WebDriver, Allure и прочее. И, тем не менее, если у вас необходимо то, что вы написали новое на Kotlin, использовать в старом написанном на Java, это тоже возможно, и это показывает последний коммит. Там тест написан на Java, но при этом он использует все, что новое написано на Kotlin, новые Kotlin-овские рулы, пэдж-объекты, степы и прочее. И последнее, что хотелось отметить в этом проекте, это лаконичность кода на Kotlin. Код на Java и код на Kotlin с точки зрения логики идентичны. Там те же самые наборы классов, отличаются только префиксом. Java-овский класс имеет префикс J, Kotlin-овский префикс K. Можно просто сравнить один в один. И при переписывании мейна стало на 35% меньше строк кода. Тестов не сильно изменилось, потому что они так компактно написаны довольно. Но в целом в этом проекте веб-тестов стало на 32% строк кода меньше. И на этом у меня все. Спасибо за внимание и я буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо. Здравствуйте. У меня таких два момента. Первое про исключения в Java. Вообще-то в ламбоке есть Никит Роуз, который может покойненько убрать из сегнатуры метода бросаем исключения проверяемые. С этой штукой в ламбоке я не работал. То есть я смотрел ламбок, но не все его фичи. Ну, в общем, он есть. Окей, спасибо. А второй момент это про экстеншн методы в HTML-Elements. Вообще в следующем поколении HTML-Elements, который сейчас в бете, он еще пишется, там есть, ну, там все реализовано через интерфейсы и как бы можно добавить новые методы с помощью интерфейсов через множественное исследование и все хорошо, ну, как бы вообще безболезненно получаются дополнительные методы в веб-элементах. Да, я смотрел реализацию на примере одного из проектов и я здесь решил, что я пока HTML-Elements 2.0 не буду использовать, потому что вот эти экстеншн функции, которые хочется получить от нового фреймворка, они в кодки не добавляются просто ну, слишком пальцев без всяких интерфейсов и реализации их. Еще вопрос? Леонид, спасибо за доклад, очень познавательно. Хотел добавить, что твои коллеги из JetBrains, они сделали интересный курс на степи корк, и он посвящен Котлину, кто заинтересован данным языком, рекомендую посмотреть очень там все подробно и круто, короче, сделаны, ребята. Хороший язык. Спасибо. А это правда, то, что Котлин медленнее компилируется? Ну, там, конечно, есть какие-то накладные расходы и в рантайме тоже кое-что помедленнее получается, но не так драматично, как в случае, например, с Груи. В каких-то местах можно сделать так, что Котлин будет даже быстрее, например, inline-лянд. То есть мы, когда Java компилируют лямбды, там не факт, что они заинлайниться, зависит от компилятора. В Котлине можем явно попросить заинлайнить лямбды в байт-код, чтобы они сразу были доступны, не резолвились в рантайме. Да, и чтобы Котлин заработал у вас, там, типа, если у вас на Java все есть, то и Котлин хотите, то надо в Gradle, в Maven Gradle, в Gradle лучше, в Gradle подобавить Котлин плагин и потом все взлетит. Ну, и, конечно, нужно потом настроить это у всех разработчиков, но оно полезно и приятно писать на Котлине все. Так что всем советую. Я скажу, что Котлин плагин, он стоит в идее по умолчанию, даже в community edition бесплатной версии, есть поддержка Котлина. Есть плагины для Eclipse и Node-Bins, если вы их используете. Но они менее мощные, конечно. Хотел уточняю еще вопрос, скорее. У Котлина есть проблемы с любой версией Java, то есть там Java 6, Java 7, Java 8, ну Java 8 понятно, Java 6, Java 7, также будет обратная связь у Котлина, или там возникнут какие-то нюансы? Смотрите, значит, Котлин при компиляции получает за байт-код совместимый с Java 6 версией. То есть если у вас Java 6, то с Котлином она прекрасно работает. Java 5 не поймет. Ну, Java 5 в 2017 году. Java 8 и Java 9, они приносят некоторые свои фишки, которых не было, когда еще Котлин разрабатывался. Ну, типа вот есть дефолтные функции в интерфейсах, да, нету до интерфейсов. В Котлине это сделано иначе, и там как бы другая реализация получается. И бывают такие ситуации, что из новой Java вызвать что-то написанное на Котлине не совсем просто. Но, как правило, в тестах, когда мы пишем такие вот web-тесты на наши веб-сервисы, ну, появление таких конструкций это что-то странное. что у вас какие-то проблемы в архитектуре. Overkill Design. Спасибо за ваши вопросы. И дальше, я думаю, с докладчиком вы можете пообщаться в дискуссионной зоне. Спасибо.